В этом выпуске программы Exchange компании Nestle и Renault рассказывают, почему циркулярная экономика столь важна для их будущего. Добро пожаловать в программу, в которой мы следим за последними корпоративными новостями и берем интервью у ведущих деятелей делового мира. Термин «циркулярная экономика» был впервые использован американским экономистом Алленом Нисом в 1988 году. С тех пор он стал одной из самых обсуждаемых идей в мире бизнеса, охватывая такие важнейшие области, как переработка, сокращение отходов, поддержка инноваций и создание устойчивых рабочих мест. Исследование, проведенное Всемирным экономическим форумом, показало, внедрение циркулярной бизнес-модели открывает экономические возможности в размере 4,5 триллиона долларов США. Циркулярность – синоним прибыльности. По данным консалтингом компании Accenture, автопром, применяя принцип замкнутого цикла, может добиться 150% роста прибыли. По оценкам Международной организации труда, переход к циркулярной экономике может создать 6 миллионов рабочих мест по всему миру, и все больше компаний стремятся отойти от традиционного метода генерирования прибыли по схеме «добыть, изготовить, использовать и выбросить». Среди тех, кто взял на вооружение основы циркулярной экономики – группа Nestle. Производитель марок Nespresso, San Pellegrino и KitKat – лидер мирового рынка продуктов питания и напитков. Компания со 150-летней историей насчитывает более 250 тысяч сотрудников, сотни заводов и продает продукцию в 186 странах. Как Nestle гарантирует, что ее деятельность в таком колоссальном масштабе не нанесет вреда окружающей среде? С нами Джоди Русселл. Она отвечает в компании за внедрение циркулярности. Джоди, вы обозначили стремление к тому, чтобы ни одна из ваших упаковок не разрушала планету. Вы идете в этом направлении, так? Вы правы. Наша цель – сделать так, чтобы ни одна из упаковок не оказалась на свалке. На этом фоне мы также спешим ограничить использование первичного пластика, сократив его объемы на треть к 2025 году. Сегодня в ЕС предпринимают очень здравые меры. Я имею в виду гармонизацию маркировок, мусорных контейнеров, определение общих целей. Эти изменения законодательства дают надежду на то, что нам будет проще в плане участия потребителей и соблюдения требований бизнеса. Мы сможем сосредоточиться на главном – на достижении нужного результата, при котором ни одна упаковка не будет превращаться в мусор и не попадет на свалку. Спасибо, Джоди. Мы будем внимательно следить за компанией Вестле, чтобы узнать, достигла ли она поставленных целей. Еще одна компания, находящаяся на передовой борьбы за освоение и внедрение циркулярности – французский автогигант Рено. Автопромы ежегодно выбрасывают на свалки огромное количество отходов, химикатов и токсичных металлов. В Рено хотят переломить эту тенденцию. Мы отправили нашего корреспондента на завод ReFactory в пригороде Парижа, чтобы узнать, как там применяется принцип замкнутого цикла. Добрый день, Гай. Напомню, что в Европе свой жизненный цикл ежегодно заканчивают 11 миллионов автомобилей. Но не всем известно, что 85% материалов, задействованных в автопроизводстве, могут быть переработаны. Я нахожусь в месте, которое группа Рено называет первым европейским центром циркулярной экономики. В Рено запустили проект ReFactory два года назад, рассчитывая, что он принесет 200 миллионов евро прибыли к 2025 году. Фабрика состоит из двух площадок. На одной способны приводить в порядок до 150 старых автомобилей в день. От механики до покраски обновленные модели фотографируют и выставляют на продажу. На другой площадке 200 рабочих занимаются разбором сотен отслуживших свою машин, чтобы вдохнуть в детали новую жизнь. Мы производим двигатели и коробки передач, которые по качеству ничем не отличаются от новых. Используем восстановленные материалы, извлеченные из старых моторов. К тому же это позволяет нам, благодаря снижению издержек, предложить клиентам машины на 30% дешевле новых моделей. Для развития экосистемы циркулярных проектов компания планирует запустить стартап-хаб, ориентированный на круговую экономику. Идея Рено и находящихся на орбите компаний-стартапов заключается в объединении компетенций. Рено предлагает свой опыт в промышленности и экономике, ну а стартапы вносят свой вклад благодаря особой реактивности, с помощью которой добиваются развития. Одной из отраслей, где циркулярный подход может полностью раскрыть потенциал, является мир дизайна. Фонд «Эллен Маккартор» — лондонская благотворительная организация, занимающаяся продвижением и развитием циркулярной экономики. Джо Айрес руководит программами в области дизайна. Добро пожаловать, Джо. Расскажите нам, как размышления о дизайне способствуют циркулярной экономике? Все, что нас окружает, так или иначе, было спроектировано и оформлено от еды до одежды и зданий, в которых мы живем и работаем. Спроектированы и оформлены также системы, которые обеспечивают нас пищей, энергией, мобильностью и медуслугами. Приступая к разработке вещи, объекта, мы осознанно или неосознанно принимаем решение о том, как они будут функционировать. Речь идет не просто об исправлении разрушенных участков в экономической цепочке, но и о проектировании с прицелом на то, чтобы продукты, услуги и системы были циркулярными, подлежали восстановлению. Значит, именно эта функция должна открывать любое техническое задание. Надо задать вопрос, а вписывается ли этот продукт, объект, услуга в кругооборот экономики? Спасибо, Джо, за переосмысление дизайна как двигателя для изменений. Пришло время для нашей постоянной рубрики «Бизнес за 60 секунд». Запускайте часы. В Давосе проходит ежегодный всемирный экономический форум. Более двух с половиной тысяч мировых лидеров и руководителей компаний собираются для обсуждения темы сотрудничества в раздробленном мире. Нынешний форум возобновляет традицию проводить слет в январе, так как в пандемию его переносили на весну. Компания «Шлюмбергер» публикует результаты за четвертый квартал. В 2022 году у гиганта нефтесервиса были зафиксированы рекордные доходы. Продажи оборудования резко подскочили на фоне высоких цен на нефть и газ. Компания заявила, что ее следующий этап роста будет простимулирован партнерством с Ближним Востоком. Перевозчик «Юнайтед Айрлайнс» публикует доходы за четвертый квартал. Несмотря на растущий риск рецессии в экономике, авиакомпания отмечает резкий подъем заказов. Американские авиакомпании сегодня фиксируют самый высокий потребительский спрос за три года. Открытие границы, сильный доллар побуждают все больше американцев отправляться за границу, особенно в сезон отпусков. Остались две с половиной секунды, неплохо. На международных компаниях, которые производят еду, одежду и автомобили, лежит гигантская ответственность накормить людей по доступным ценам, обеспечить их любимой продукцией, создать новые рабочие места и одновременно разрешить климатические проблемы. Это одно из самых больших испытаний, с которыми когда-либо сталкивался бизнес. В период, когда миллионы опасаются нехватки продовольствия, энергии и безопасности, руководители корпорации должны делать больше, чтобы замкнуть цикл. На этом программа подходит к концу. Спасибо, что смотрели нас. Последние деловые новости вы найдете на сайте euronews.com. До встречи в следующих выпусках программы Exchange. On the Exchange.